Дорогие друзья, дорогие друзья, когда объявляется сезон охоты, самое главное это самому не стать жертвой. Итак, представьте себе обычная российская деревня, 100 километров от Москвы. Ну, с окончанием трудового дня. А, входите. Здорово, мужик. Я на выборы все равно не пойду. Дело твое, мужика в бордовом пиджаке не видел здесь? Ой, ребят, вы чего? У нас в деревне пиджак одевают только в последний путь. А что вы решили, что я вам помогать буду? А ты что, пиджак решил примерить? Ой, 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 ладно, я пошутил. Не видел я никого. Смотри, мужик, обманешь, я тебе ногу прострелю. Они не мытые. Не понял. Здорово, мужик. Здоровей видал. Двоих только что не за тобой приходили? За мной. Только давай, ты меня не видел, а я в долгу не останусь. Блин, не ловит у тебя здесь. Почему ты решил, что я тебе буду помогать? Слушай, у меня денег нет, но зато вот, часы. Ваширон Константин. Ефимов Семен, а что за часы? Хорошие часы, нормальные. Ладно, что-нибудь придумаем с тобой. Прячься. Здорово, Семен. Слушай, а ты тут никого подозрительного не видел, а то там люди спрашивают. Никого не видел. Ну ты мне свистни, если что. Я, как соловей. Вылазь. Спасибо, мужик. А ты, если не секрет, чем в деревне занимаешься? То я в этой деревне очень солидный мужчина. А из серии тебя в «Играй гармонь» показывали? Да ну не прям так, чтобы... Так, цветмет принимаю, меня здесь знают все. А вот и первый клиент. Можешь, кстати, не прятаться, он тебя завтра не вспомнит. Сережка, друг мой, все-таки до конца разобрал надпись «Гастроном», да? Ну ставь, ставь туда. На, заслужил. Сереж, ну они не мыт. А, с тобой что будет? Прячься. Семен. Ты точно никого не видел? Там просто люди сильно спрашивают. Да не видел я никого. Че вы ко мне ходите? Ты че, фраер, кинуть нас решил? Почему это? Говорят, они у тебя скрываются. Это неправда. А смартфон чей? Мой? Позвони. Звонит кто-то. Ну, в смысле, не кто-то, жена моя звонит. Оксана Обналичка. Я отвечу, ладно? Да, дорогая. Все нормально. Ты не переживай. Давай я тебе перезвоню. Я сейчас занят сильно. Жена звонила только что. Говорит, как дела? Я говорю, ну, то нормально. Короче, или ты говоришь, где он, или мы тебя в багажнике увезем. А я вас не боюсь. Я в багажник не влажу. На двух машинах увезем. Только сначала я тебе зубы пересчитаю. Давайте, это не займет много времени. Короче, ты меня достал. Сережка, друг мой, вернулся. Но это не цветмет, Сереженька. Надо еще поискать. Спасибо тебе, мужик. Я тебя больше не потревожу. Да не загадывай. Что-то мне подсказывает, что мы с тобой очень скоро увидимся. Забери у Сережи весло, он меня за калитку не выпускает. Эй, Сережка, на дыше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok